Иностранные компании покинули российский рынок, а отечественные уверенно занимают освобожденные ниши. Причем это не всегда только открывающиеся предприятия. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. И самое время вспомнить о родном производстве с большой историей. Александр Богданович расскажет о 80-летнем опыте Архангельского промышленного комбината. История Архангельского промышленного комбината начинается с 40-х годов прошлого века. Предприятие легкой промышленности было создано для обеспечения жителей региона товарами народного потребления. Здесь изготавливали, как и сегодня, матрасы, одеяло, подушки и, конечно, одежду. Работа и тогда, и сейчас кипела. Объемы производства просто колоссальные. Благо, техническая оснащенность на уровне. Машина очень удобная. Это еще с советских времен японская машина. Полностью автомат, но сейчас некоторые функции отсутствуют. В день ватных я могу выпустить 50 штук. С синтепоновых больше могу. Работает предприятие только на отечественных тканях. 100% хлопок, ситец, перкаль, бязь и сатин. Был опыт работы на пакистанском и китайском материале. Но, признаются сотрудницы швейного цеха, хлопот с ними было много. Прежде всего, из-за качества. Это было очень трудно. Ткань имеет очень много дефектов, которые необходимо вырезать. Кромка всегда стянута, чтобы выровнять настил полотен, все это нужно рассекать. В общем, мы, помучившись, перешли на наши фабрики отечественные, которые сейчас в Иваново очень много предприятий поменяло оборудование. Это очень хорошо отразилось на качестве ткани. И вот такие предприятия, как текст-дизайн, например, по сатину, намного превосходят китайский, пакистанский сатин. Сегодня здесь работают 20 человек и более 50% особые категории жителей Ахангельска – пенсионеры и мамы с детьми. В прошлом году предприятие получило статус социального. Без промедления приняли участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства по федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В итоге реальность превзошла ожидания. Мы получили грант в размере 1 миллиона рублей. И нас этот грант очень выручил. В этом году, когда сложилась такая не совсем хорошая ситуация, когда стали резко повышаться цены, мы смогли удержать цены. Мы их вообще не повышали, не поднимали. Отметим, получить статус социального предприятия можно с 2020 года. Тогда таких было 16. В 2021 году их стало 79. Из них грантовую поддержку на сумму более 10 миллионов рублей уже получили 16 предприятий. В этом году сумма средств для выдачи грантов увеличена практически в два раза. Это 25 миллионов рублей. Расширены категории получателей. Гранты смогут получить и начинающие предприниматели. Но Архангельская область не останавливается на данном виде поддержки. С целью поддержки социального бизнеса снижены ставки по микрозаймам. И ставка составляет 4,75 для социальных предприятий. На Архангельском промышленном комбинате уверены, спрос на продукцию еще больше возрастет. Импорта стало меньше, но привычка к хорошему качеству осталась. Потому на санкции здесь смотрят не как на ограничения, а как на стимул для развития производства. Александр Богданович, Светлана Михильская, Регион 29.